Я ушел чуть правее, потому что здесь больше возможностей снять чистый вид на downtown. Блин, так красиво, очень впечатляет. Давайте прогуляемся немножко по этой аллее, по этой набережной. Посмотрим на людей, себя покажем. Я даже не представляю, сколько на самом деле посещает Шанхай людей даже так вот в месяц. Очень интересно. Если вы знаете, в Шанхае проживает около 28 миллионов человек официально, а неофициально, я думаю, все 40. Это практически, если учитывать, что даже в Санкт-Петербурге около пяти миллионов человек, то есть это такие, грубо говоря, 5, 6, 7 Санкт-Петербургов в одном месте. Количество проживающих людей здесь колоссальное. Причем, если вы слышали, официально самый густонаселенный город считается Мексико-Сити, в котором проживают около 35 миллионов человек официально. Но если неофициально брать, то там может быть даже, ну не то чтобы в два раза, но может быть в полтора раза больше. Как ни странно звучит, но Мексико-Сити самый заселенный считается город в мире. Водичку продают. Зачем покупать водичку, если здесь наливают чаи бесплатно? Очень вкусный, кстати. Надо будет домой взять. Красота. Очень большой даунтаун. Посмотрите, насколько он огромный. Я представляю, как вечером здесь будет красиво. Нам нужно будет успеть обратно попасть на эту набережную и до десяти часов вечера снять это все, потому что после десяти основная часть освещения зданий выключается по каким-то своим расписаниям. И вообще, судя по слухам, ну может быть, очевидцев, после десяти здесь люди разбираются, разбегаются по домам, и здесь будет абсолютно пусто, потому что китайцы не любят ночные тусовки, ну может быть, кроме клубов, конечно. Но так, имеется в виду, чтобы просто всю ночь гулять, здесь так особо не принято. Но нам придется в этом убедиться сегодня, поэтому мы обязательно пойдем гулять еще в вечернее время и поставим свой, установим свой вывод насчет этого вопроса. Я хочу попробовать сейчас на ферри сесть, то есть это вот эти теплоходики небольшие, которые из одной части набережной перевозят вас в другую, и мы там тоже сможем погулять. Только надо будет узнать, где здесь покупать билеты, и как можно будет перебраться, потому что она достаточно быстро ездит. Может быть, там даже просто на входе платишь какую-то маленькую сумму, тебя переводят, и все, дело в шляпе. Не смотря, они достаточно часто ездят, поэтому тут даже, наверное, брони не надо никакой, просто приходишь, тебя сразу садят, и все дела. О, симпатичная модель какая-то. Капец тут народу. Но такой ферри стоит всего лишь 2 йен покататься. Это вообще даже, даже не знаю, сколько там, 10 центов, 20, 30 центов. Я на самом деле не понял, где платить, но все тут двигаются с QR-кодами какими-то. А, вот, можно оплатить картой. Сейчас попробуем оплатить картой. Расскажем. Потому что многие здесь QR-коды какие-то. так, наступает момент истины. Карт, карт. Каман, 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 каман. Каман? Карт. Ага. Карт. 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 А? Такой. доллара, офигеть, кораблик забивается просто до предела, надеюсь мы попадем на него, все хотят уплыть на одном и том же корабле, давайте, 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 они уже двери закрывают, они уже закрывают двери, ааа, все, вот, подождали буквально 3 минуты и приплыла вторая, очень все просто и легко, боже, люди даже бегут, все хотят, наверное, на второй этаж, оп-оп-оп-оп-оп, бесплатные пельмени, бесплатные пельмени, побежали за бесплатными пельменями, ой господи, дети б не падайте, родители сумасшедшие, попробуем сейчас на второй этаж, блин, так смешно, просто встать на вид и снимать, и мы тоже успели, ура, мы успели, ребята, хотел вот посмотреть, как раз один из известных брендов китайских, вот они, главные конкуренты Tesla, вот это машинка, по кайфу, и она стоит где-то 20-15 тысяч долларов, все, кожа, хороший салон, ну, который, может быть, и будет ушатан очень быстро, но в целом, как бы, посмотрите, ничего так не отстает от Tesla, по кайфу, нету даже вроде задержек, достаточно быстро работает система, очень круто, симпатичная машина, но чувствуется присутствие Китая здесь, почти 500 километров на одном заряде, очень даже неплохо, китайцы молодцы, камеры со всех сторон, в общем, все, что Tesla умеет, эта тачка, походу, умеет тоже, напичкана камерами, выглядит офигенно, эх, жалко, что в Америке их не продают, которые я люблю, зефолт, ладно, я не буду вас долго томить самсунгами, поэтому сейчас сразу пойдем на выход, фигня, это S23, он даже не фокусируется, нету макросъемки, ну ладно, пойдемте дальше, пойдемте дальше гулять. Huawei. Наконец-то мы добрались до этого магазина, где мы сейчас посмотрим на самую огромную камеру, которую выпустили Huawei, я не помню сколько на мегапиксели, но объектив, точнее линза сама выглядит очень внушительно для таких вещей, как смартфоны. Так, ну что, зайдем? Где этот телефон с крутой камерой? У них тоже вот эти фолды есть. Качество скринов впечатляет. Камеры у них такое, так себе, 4К. Что-то мне не нравится качество, не особо прикольно. Так, где эти телефоны с большой камерой? А, вот они. Все, конечно, тут тусят вместе с ними. О, смотрите, какая линза. Ё-моё. Так. Сколько это на интересных мегапикселей? А, здесь вообще на самом деле цифровая обработка, снимка идет. И качество, ну, как бы нормально. Вот это 10x попробуем. Насколько хороша эта камера. Вот, смотрите. Проверим снимок. Видите, он это все в цифровой обработке, ну, цифровая обработка, но посмотрите сразу, насколько теряется качество, когда вы приближаете сам снимок. Хотя, я думаю, из-за того, что качество самого дисплея суперское, здесь становится все сразу понятно. Но линза крутая. У нее даже шатры есть. Круто. Механически. Итак, ребята, вот такая вот зона прогулочная есть в Шанхае, в которой можно найти все, что угодно. Огромные билдинги, шоппинги, куча людей, которые бегут, стремятся как-то быстро и хорошо провести свои выходные с качеством, с покупками дорогими. В общем, это все впечатляет. Ну, а мы переносимся на центральную площадь. Смотрите в следующем видео самый центр Шанхая. Увидимся там. А я пока заряжу камеру. На текущий момент я проделал почти 8000 шагов. Пойдемте набережную смотреть. Убалдеть, красота. Круто. Вот он деловой центр Шанхая. Аж башка просто кружится от всего увиденного. Сейчас пройдемся по этой стороне, по набережной. Ну, куда ты заехал? На своей Рено какой-то, китайской версии. О май гад. Черт, я не в то здание заходил. Открывашка-то вот. А я заходил вот в это платное. Но получилось, что попал туда бесплатно. Очень впечатляет. Ну и конечно же Луи Виттон. Кортье. Все это в комплексе. Очень даже похоже на Лас-Вегас. О, там есть башни-близнецы. Офигеть. Ну и конечно в таких моллах будет очередь в Луи Виттон. Причем надо заметить, что бренды здесь Луи Виттон и вообще самые топовые. Они выпускают даже очки специального формата для китайцев, чтобы они подходили к форме их лица и выражению глаз. Это вам у нас скидка, информация. И более такой азиатский стиль. Допустим Валентина, смотрите, видите. Не вся коллекция есть в Европе такая. И так, ребята, наступает кульминация. Добро пожаловать в самый центр Шанхая. О да, очень красиво. Вот где основная движуха происходит. Класс. Xiaomi 13. С супер модной камерой. О, HSBC банк. У меня есть карточки, точнее были от этого банка. По-моему это британский банк. Так. Вообще топ. Так, перемещаемся на мост к этому центру. Да, друзья, получаем вообще эпические впечатления от такого города. Просто город из ваших лучших снов. С какого-то прям будущего. Кстати, ребята, уже становится холодно. Я думаю, сейчас уже градусов 15. Надо будет скоро куртку одеть. Вау! Вот это крутяк! Вот это прям крутяк! Вот это мы удачно зашли! Просто капец! Шанхай 2023. Ну что, друзья, мы скоро перейдем на вечернюю прогулку по Шанхаю. Спасибо, что оставаетесь на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Много-много еще путешествий будет впереди. Вот. Ну а это Шанхай. Дневной Шанхай. Апрель 2023 год. Там получаем просто вместе с вами конфетные впечатления от таком прогрессивном и нереально крутом городе. в городе в Великом Китае. Офигенно. Выглядит как игрушечный город, реально. Просто. Космос. Китайцы водят детей на поводке. На всякий случай. Красиво очень. Обращаем внимание на чистоту и красоту. А теперь, друзья, мы выходим на набережную. Только уже с другой стороны. Со стороны, можно сказать, вот этой телебашни смотровой площадки. Сейчас посмотрим, как отсюда выглядит Шанхай. На ту сторону. Вкусно пахнет, что-то какие-то яйца жарят. Ух ты. Велосипедные дорожки. Я бы тут велик взял в аренду. Класс. Класс. Уто и нашли близок О, кстати, здесь вот этот цвет Расположен, наверное, дополнительно подсвечивает весь город в ночное время, поэтому нам нужно будет на ту сторону туда перебраться, как говорится, после заката. А, по-моему, там даже есть мост, по которому можно перейти на ту сторону. КОНЕЦ 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 Какой стильный художник. КОНЕЦ Ой, тут можно вечно гулять, просто красотища. КОНЕЦ Ну, мы сейчас поедем на другую сторону уже снимать вечерний Шанхай. Один, а я успел, я успел, успел, успел. У меня сейчас полное ощущение, что я где-то сейчас иду, а вот там, видите, вдали государственная дума. А потом так поворачиваешься направо, а тут Шанхай. КОНЕЦ КЛАСС Очень красиво. Так, так выползли красиво. Сейчас посмотрим, какой тут видишь вечерний. Да, вот сейчас, конечно, это все приобрело невероятно. Класс 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 Класс